Отдельный бюджет. Приобрела квартиру в ипотеку без согласия дедушки. Сам дед вытеснен на периферии жизни и он переезжает к своей внучке, потому что ему неудобно находиться, стеснять молодую семью. Да, он переехал к своей дочери, которая сама, уже пенсионер. Дочь, то есть в силу возраста, дед уже страдает рядом с заболеванием, ему уже 80 лет. То есть ему неудобно, что в квартире находится постороннее. Но одним словом, даже имея свое жилье, он его практически лишился. Его вытеснили, так вот мягко, плавно вытеснили из квартиры. Деликатнейшая ситуация. Внучка чувствует, то есть дочь чувствует дискомфорт в этой ситуации. Она пытается как-то помочь. Давайте мы это в порядке медиации постараемся смоделировать ситуацию. Ну, опять же, Людмила, как я почувствовал, у вас есть опыт медиатора, да, медиаторы, или нет? Да, практически нет. Я только учебной медиации. Мы тоже рассматриваем кейсы. Ну, может быть, попробуйте. Ничего страшного, если мы допустим ошибку, потому что в медиации процедура неформальная. Я предлагаю следующие роли. Я буду роль деда играть в этой ситуации. Так, теперь вот роль нахальной внучки, пожалуй, Марина Юрьевна. Вы сможете, да? Не возражаете? Да. То есть та, которая в первую очередь об интересах молодой семьи. А роль моей дочери, Натальи Николаевны, вы, пожалуй, которая переживает за своего отца. Приступаем, Людмила. Тогда вы полностью управляете процессом, пока не скажете. Все, стоп, игра, переходим в обычную. Лекция продолжается. Начинайте, пожалуйста. Так, это я как медиатор, да? Да. Я только не поняла, кто... Я дед. Обратилась, конечно же, моя дочь, Наталья Николаевна. Да. Уточняем еще раз ситуацию. Людмила, все ли понятно? Потому что в процессе медиации уже придется задавать вопросы, что называется, на лету. Необходимую информацию запрашивать. Ну да, да. А дочь-то обратилась вот с этой ситуацией. Куда деду судить? Как вернуть его обратно? Как добиться семейного счастья? Никто не знает ответа на вопрос. Просто ситуация из рук вон плохая. Дискомфорт. Я приезжаю в пригород к своей дочери и постоянно нахожусь там. И жалуюсь ей на целый букет болезней, которые сопутствуют любого пожилого человека. А при этом у меня есть государственная квартира, полученная за 30 лет работы на птицефабрике. Она не приватизированная. Двухкомнатная государственная квартира, в которой проживает Марина, ее муж и двое детей. И мои вещи выбрасываются, да, потому что я старомодный человек. Я там лишний, в своей квартире. Обедаем мы порознь с Мариной. Я все поняла. Ну и так далее. Попробуем. Значит, все присутствуют сейчас на медиации, да? Все присутствуют. И внучка, и дедушка. Все три поколения. Нет, только взрослые. Мужа Марины тоже нет на медиации. Ну, Марина-то взрослая, а внучка и дедушка. Да, внучка, дедушка. Да, да. Вот эти трое присутствуют на медиации, да? Да. Так, вступительное слово опускаем. Пожалуйста. Как вы считаете нужным? Значит, пожалуйста, опишите вашу ситуацию. Кто начнет? В чем ваша трудность, вашей ситуации? Я думаю, Наталью попросить нужно, она все знает. Ну, конечно, только не я начну. Я все не знаю.